Всем привет ребята, с вами я Макс Ван Майн и сегодня я буду играть в Майнкрафт на сервере Фантайм. Сегодня я с полного нуля достигну донат кейса, выбью из него какую-то привилегию. Буду ходить пвп, конечно буду ходить на ивенты, убью множество топеров. Множество топеров убьет меня. Все это и многое другое будет в этом видео. Ну и перед видео хотел бы напомнить про мой телеграм канал и дискорд канал. Ведь именно в дискорд канале я и набирал двух подписчиков для этого ролика. А в телеграм канале я просто публикую разную эксклюзивную информацию. Не буду долго тянуть, всем приятного просмотра. Когда я зашел на сервер я сразу взял два кейса. Один кейс по команде пионок, а второй кейс за привязку к ВК. С первого кейса мне выпало 8 золотых блоков. Со второго кейса мне тоже выпали золотые блоки, но только уже не 8 штук, а целых 12. Я эти золотые блоки переделал в слитки и выставил на аукцион. После продажи золотых слитков у меня на балансе было 250 тысяч монет. Потом я решил попробовать заработать носками. Я тэппал игроков в трапку, а мой тиммейт их потом там убивал. И вот наша первая цель, это алмазник с незеридовыми поножами. И мы начали его убивать. Ну а чтобы это было быстрее, я решил тоже купить себе меч. Хоть я и не всегда доставал, и не всегда мне удавалось давать по нему удары, все равно это будет хотя бы немножко быстрее. И не придут его тиммейты. И вот мы наносим ему последние удары и убиваем его. Мой тиммейт туда прокапывается и залутывает все ресурсы. Но сейчас мы посмотрим, что за ресурсы у него были. У него были незеридовые поножи на защиту 4 и фулл алмазка за 4. Чарка, одна скорка, золотые яблочки, ну и неплохой незеридовый меч, который можно продать около миллиона монет. Потом заспавнился метеоритный дождь, на который мы с радостью решили пойти. И вот остается всего лишь 5 секунд до открытия. И я подбегаю к сундукам, чтобы начать его лутать. Из ценного я залутал только динамит на Тайр Вайт. Ну и то он стоит около 200 тысяч монет, поэтому не так уж это и ценно. Но все равно это только начало развития, поэтому я подумал, что лучше я этот Тайр Вайт засейвлю себе, а потом уже приду и попытаюсь что-то залутать с других игроков. После ивента мы дальше стали зарабатывать ТП игроков в трапке. И вот сейчас попалась крупная добыча. Это был фулл незерд. Поэтому как только он телепортировался, мы сразу даем ему КД и начинаем его убивать. И кстати убили мы его довольно быстро. Сразу как только его убили, я сразу залетаю и смотрю, что было у него в сете. Это был фулл броня князя. Только у него почему-то даже не было никаких расходников и меча. Возможно он просто успел выложить какую-то часть сета, ну либо наоборот не успел ее еще достать. Но все равно это неплохой такой подгончик. Потом мы попробовали убить Незеридчика таким способом. Мы предложили ему сходить 2 на 2, но на самом деле с ним будет поехаться не какой-то игрок, а я со второго аккаунта и как только началась дуэль, я со второго аккаунта просто вышел и мы начали зажимать его 2 на 1. Вдвоем нам убить его не составило никакого труда. Хоть это было и немного нечестно, 2 против 1, но все равно это анархия для троих, поэтому все по правилам. И с этого игрока мы смогли выбить фулл сет Крушака и также меч Круша. Даже Кирка у него была почти Крушителя, только непонятно, зачем он брал с собой на ПВП в дуэльку Кирку Крушителя. Ну ладно. Потом я решил попробовать заработать на довольно интересном способе заработка. Я покупал 32 золотых яблочка и перекравчивал их в обычные золотые яблочки. И потом 12 штучек, либо 10, продавал по 850 тысяч монет. И у меня их брали, поэтому я решил попробовать на этом заработать очень много денег. Потом мы решили сходить на ивент вулкан. И вот он уже извергается, и я сразу начинаю лутать эти ресурсы. Я посмотрел и увидел, что я залутал книжку на починку. Потом увидел талисман, но к сожалению его я не смог залутать. Начал бить этого игрока, который залутал, но потом подумал, что смысла нет, и поэтому лучше я попытаюсь залутать что-то еще. Потом увидел зельку киллера, но тоже не смог ее залутать. И начал просто бегать и ултать хотя бы что-то. Золотал какой-то лук, но он не был чтобы прям каким-то крутым. Потом я залутал еще 2 бутылочки на 50 левел, также 6 чарок и 32 точеные стрелы. Зелеку вспышки, ну и все, извержение вулкана на этом закончилось. И я решил сразу бафнуть на себя 50 левел, чтобы у меня он сохранился. Ну хотя если меня убьют, то он не сохранится, но ладно. Я решил все равно его бафнуть. И все ресурсы сложил в клан сторич. Потом я заметил, как очень хорошо прожимают какого-то Незера. Но почему-то какая-то алмазка вместо того, чтобы попытаться убить этого Незера и попытаться залутать его ресурсы, начала бить именно меня. Ну конечно, возможно это ее тиммейт, но почему бы тогда не идти за своим тиммейтом и не помогать ему ливнуть или хотя бы попытаться залутать его какие-то ресурсы. Это было очень странно. И поэтому я решил ей прям очень сильно отомстить и решил ее все-таки добить. И поэтому позвал тиммейта и мы начали вместе его убивать. После довольно долгого пвп у нее остается одно здоровье и мы прыгаем в воду и прямо там мы ее и добиваем. Потом мы пошли на варп стэш открыть наши отмычки. У меня была только одна отмычка к оружию. И мне выпала меч на остроту 7. Потом мы пошли на ивент и заметили какую-то алмазку с Незеритовым шлемом и Незеритовым мечом и поэтому решили ее убить. И залутали с нее много довольно таких вещей, целых 2 сета. И побежали на открытие ивента, ведь оно должно было быть очень скоро. И мы подбежали прямо под открытие мистика, но к сожалению я не успел его залутать из-за того, что у меня был полный инвентарь. Поэтому я начал искать кого бы мне убить, чтобы залутать хотя бы ресурсы с них. И на меня напала какая-то алмазка. И когда я ее немножко побил, я понял, что это скорее всего за 3, ведь я и сносил по 4 здоровья. Но потом подумал, зачем мне обычная за тройка, лучше побить кого-то другого. Потом прямо на этом же ивенте к нам в трапку прыгнул какой-то игрок. И поэтому мы начали сразу его убивать. Но меня он тоже хорошо начал проносить, когда я к нему прыгнул. И мне пришлось просто сломать блок под ним, и он оказался прямо в нашей трапке. И нам нужно было его как-то убивать, но все-таки у нас было преимущество. Во-первых, тут наш регион, но во-вторых, нас было двое, и поэтому у нас было больше шансов. И вот мы начинаем его прожимать. Я, конечно, попытался оставить его в одном блоке, но у меня не получилось. И он опять начал меня хорошенько прожимать. Но я съел золотую морковь, потом зачарованное яблочко, и все, он больше меня не смог прожимать. И мы начали просто вдвоем его зажимать прямо в нашей тропе. Даем ему минус тотем, и даем ему еще парочку ударов, и начинаем его убивать. И вот мы его убили, и я золотал все ресурсы. Вот что у него было. Хороший меч, и оказывается у него еще и была вообще за тройка. Но самое ценное, мы с него выбили целый 1 миллион монет. А потом прямо к нам в трапку залетел какой-то Незер, и мы сразу начали его прямо там убивать. Он попытался как-то поставить трапку, но я специально сделал расстояние между нами минимум в 2 блока, чтобы он не смог меня закрыть. Но все равно он меня мог бить. И вообще, сзади него было большое довольно расстояние, поэтому мне нужно было как-то туда пробраться. И мы поняли, что сейчас будут бахать его тиммейты нас, поэтому я просто наверх поставил пласт, чтобы они не добахались. Потом этот игрок съел хорус, и его тэпнуло прямо наверх, поэтому мы не смогли его там зажать. И мы приняли решение просто ливать вниз, ведь нас уже бахали его тиммейты. Потом я решил выполнить задание еженедельное из БП, и мне осталось всего лишь сломать 1 древний обломок, и я сразу смог выполнить целых 3 уровня, за что мне дали целых 300 боевого баланса. Потом я выполнил еще один квест, связанный с компараторами, и мне начислили еще 3 уровня. Далее мы выполнили целых 3 ежедневных задания и 2 еженедельных задания. И там осталось еще одно задание сломать ножницы 90 раз, но это было слишком трудное задание, и мы решили его не делать. Потом я случайно свалился в трапку к какому-то игроку, но я заметил, что я его довольно хорошо прожимаю, и поэтому начал его просто там добивать, пока мой тиммейт наверху пытался нас как-то разбахать, но там было довольно большое РГ. И вот я уже снес ему тотем, он начинает куда-то закапываться, и потом зачем-то сам сломал около себя блоки, и поэтому я его смог убить. Но потом залетел еще какой-то игрок, я так и не понял, это его тиммейт или нет, но он начал очень сильно меня прожимать, и поэтому я случайно еще взял талисманы Эхидны на минус броню, и меня просто убили вместе с двумя талисманами, талисманом Дедала и талисманом Эхидны. Но, к счастью, потом мой тиммейт смог убить того игрока, и поэтому мы залутали с него талик Эхидны и талик Дедала, ну и еще разные сетики. Потом прямо на вар пвп мы начали пехаться с какими-то двумя Незерами. Но это было немножко неравное пвп, ведь мы были алмазками, а это были два Незера, и скорее всего тем более они были читерами, ведь не премиум монархия, игроки, ну в общем в основном тут все читеры. Потом мы начали батить Незеров, чтобы они спрыгнули к нам, и да, один Незер правда к нам прыгнул, и мы вдвоем просто начали его зажимать. Он там попытался как-то забахаться, чтобы видимо нас убить, но все равно нас было двое, и у нас было чуть больше шансов. А еще и у меня был талисман Грани, поэтому там давался плюс урон, и у нас было довольно много шансов. Потом я продлил пласт внизу, ну а мой тюмейт продлил пласт сверху. И потом он попытался как-то ливнуть хорусом, но у него ничего не вышло, и теперь у него хорус в кд. Но он почти что дал мне минус тотем, я успел съесть чарку, и теперь-то я с Таликом прямо начал его прожимать. И вот мы смогли его дробнуть, и у него была Незерка, и мы начали просто ливать. Но меня хорус не тэпнул, а вот моего тиммейта тэпнул, и поэтому я остался вот здесь прямо один. Ну а потом мы прямо наверху начали пехаться, и я увидел какого-то Незера, который упал прямо вниз. Поэтому я сразу прыгаю, ставлю пласт наверху, и начинаю зажимать этого Незера. Это был какой-то закликер, но не в том плане, что он хотел сломать мне броню, а он просто видимо не умел хорошо пвп, и вообще закликивал меня зачем-то мясом. Этого я не понял, но я даю ему минус тотем, у нас пропадает пласт, и я хорошо, что я его добил. Я его добиваю, залутываю его ресурсы, но нет, тут залетает какой-то Незер с Таликом. Скорее всего это был Талик и Хидны, либо Дедала, но это не точно, еще неизвестно какой у него Талик. И он просто очень быстро сносит мне тотем, и просто добивает меня. И поэтому минус Незер сет, и минус Алмазный сет. Но мы же все-таки дропнули какого-то Незера, и вот что мы с него залутали. Да, это был почти фулл сет Крушителя, с клинком Демона, но это был все-таки не фулловый сет Крушителя. Потом мы опять прыгнули в яму, и нас там начали зажимать какие-то два Незера. Кстати, один из них, это был тот, которого мы как раз таки слили, а второй это тот, который меня сейчас слил. Но в итоге они не смогли нас зажать, и поэтому мы просто от них ливнули. Потом я телепортируюсь к своему тиммейту прямо на ивент Алтарь. Потом мы заметили какую-то Алмазку со сферы Андромеды и начали ее дропать. А я писал, кидай сферу, отпустим. Ну и по УП у нас с ней было очень долгое, поэтому просто посмотрите на это под музычку в ускоренном темпе. Субтитры сделал DimaTorzok Потом этот игрок телепортировал своего тиммейта, и у нас началась жесткая ПВП-шка. Но у них уже было теперь намного больше шансов, ведь ее тиммейт сейчас фул подготовленный, скорее всего с дабл-чарочкой, дезорентами и так далее, а мы уже все потратили. Ну, а он сам был со сфер Андромеды. Ну, хотя бы у меня был Талисман Грани. И у нас с этими игроками началась опять жесткая ПВП. В итоге эти игроки нас просто убили. Потом мы еще попытались как-то собрать сетики и убить этих игроков, но у нас ничего не получилось, и мы потеряли еще несколько сетов. Потом мы решили открыть две отмечки к сферам, которые залутали с этого ивента. Мне выпадает сфера Андромеды на первый левел, которую я продаю за 5 миллионов 700 тысяч монет. И мой тиммейт открывает, и ему выпадает сфера Аполлона на первый левел. Ну, ему чуть хуже дроп, чем мне. Хотя у меня тоже, в принципе, не окуп. Потом я посмотрел цены на наскорки и подумал, почему бы мне самому их не делать, и начал выкапывать территорию для автозеливарки. И вот что у меня получилось. Вот такая вот автозеливарочка. И причем она уже работает и варит мне сферам вторые. Потом я их буду соединять, у меня будут получаться сферам третьи, ну и я их буду продавать на аукционе. Потом игроки заспавнили мистик. Он был уровня лута обычный. Я прямо под ним мистиком поставил в одном блоке сетхом. И когда телепортируешь со спавна на свой хом, то я попадаю прямо к ним в мистик. И да, так и случилось. Я попал прямо к ним в мистик, но не прямо к ним, а над мистиком. И смог заутать ритры и два яйца призыва жителя. Ну и также 43 алмаза. Это было самое ценное. Но остальное не так уж и ценно. И поэтому я просто решил ливнуть. Ну, хотя что мне тут еще делать, если тут два Незера и одна алмазка. Сразу после этого ивента мы в сетах решили пойти на маяка-убийцу. И вот до открытия остается всего лишь 6 секундочек. И мы подбегаем. И уже были готовы лутать этот маяк. Я выбрал сундук, где поменьше людей. Нас было всего тут трое. И начали мы лутать. Я из ценного залутал ничего. Только два пузырька опыта. А вот мой тиммейт залутал от мячку к сферам. И поэтому мы приняли решение просто убегать с этого мистика. И хорошо, что мы сделали перед этим тракту. Мы просто прыгнули в нее и застроились, чтобы к нам никто не попал. Потом игроки, которые заспавнили прошлый мистик, решили заспавнить еще один. И мы решили залететь туда под алмазками. Бафнули на себя зельку победителя. Но должен был туда тепнуться именно я первым и накинуть на них серку. А потом уже тепнется мой тиммейт. И вот я залетаю и прямо на двух Незеров кидаю серку. Сразу упиваю молоко и начинаю бафаться по новой. Ну а тут уже залетает мой тиммейт под победилкой и начинает их убивать. И конечно мы сначала начали зачем-то бить Незерку Титанку и не могли решить, кого же нам бить. Вроде легко слить сначала алмазку, вроде бы Незерку. Ну а вторую Незерку вообще я не охота была бить, ведь она была с Титанкой, и поэтому вряд ли мы ее бы пробили. И решили просто убивать Незерку с Аполлонкой, ведь это все-таки Незерка, ну и сфера у нее хотя бы не Титан. А потом начали убивать алмазку, ну и в итоге били всех, кого можно. И вот я уже съедаю свою чарку. Я делал дабл чар, но только непонятно зачем, ведь при том, когда я съел молоко, все бафы пропали. Ну ладно. Потом мы начали просто сжимать эту Аполлонку и даем ей уже вот минус тотем. И надо было просто сейчас ее как-то убить. Но она сейчас просто пряталась за своими тиммейтами, и мы не могли ее долгое время убить. Но вот открылся мистик, и мы начинаем его лутать. Но мой тиммейт принял тактику не лутания мистика, а убивания игроков. Но после того, как я залутал этот мистик, я увидел, что залутал ресурсов на миллионов 15. Ведь только одна отмечка к сферам уже стоила миллионов так 10. И вот они почти дают мне минус тотем, но я успеваю съесть золотое яблочко и дать дезорентку. И свои вещи алмазные я решил заменить на назаритовые. И начал просто пытаться как-то ливнуть отсюда. Но из самой трапки я не хотел ливать. Видите, тогда бы мы ливнули и не смогли убить этих игроков. Я просто попытался немножко отливнуть, чтобы хотя бы как-то отхилиться. Но эти игроки меня догоняли и опять убивали. Потом мы очень хорошо начали убивать Незерка с Аполлонкой. У нее уже осталось очень мало сердечек, но она опять началась очень хорошо хилиться. И начала плыть просто под своим мистиком. И это немножко надоедало, ведь мы не могли еще не всегда попадали по ее хитбоксам, потому что она была сейчас в хитбоксе плавнее. И поэтому мы не всегда попадали. Но она начинает меня хорошенько пронежевать, ведь у нее была сфера на урон. И мне приходится выйти из этой воды. У меня уже одно сердечко, пол хп, и она почти дает мне минус татем, но я успел съезжаренную свинину и немножечко отхилиться. И потом меня просто начала убивать вода из-за того, что у меня не хватало пузырьков воздуха. И вот все-таки они смогли мне снести тотем. И я замечаю, что их тут уже теперь опять трое, ведь в первый раз мы убили алмазку, но теперь еще и алмазка тэпнулась, но она уже теперь была еще и в Незерке. И поэтому мы просто ливнули. А после того, как я съел Хорус, то меня здесь встретила просто алмазка. И поэтому я принял решение откинуть перку. Мой кемей тоже откинул перку, и мы без какого-либо труда смогли ливнуть с этого места. Но мы зато заултали хотя бы отмычку к сферам, шлем и ботинки на заритвы, а также голову дракона. Поэтому это уже можно считать окупом. Хотя не совсем, ведь мы на себя кинули победилку и на них серку, которые стоили около 5 миллионов монет. И тогда нам нужны были срочные деньги, и поэтому мы решили продать мою отмычку к сферам, а не открыть ее. И в итоге мы потом перекрафтили уже свои зельки, но не все, и начали их продавать. Я попытался выставить за 7 миллионов 200 тысяч монет свои зельки стаканные, но у меня их не всегда покупали, а точнее не покупали от слова совсем. И нам потом пришлось продавать их намного-намного дешевле. Потом мы решили залететь на метеоритный дождь и начали его лутать. И я сразу заутал серную кислоту, изумрудное РГ, еще одно изумрудное РГ, назаритовый нагрудник и самое ценное отмычку к сферам. Мне сегодня почему-то очень сильно везло на отмычки к сферам, но это хорошо, поэтому жаловаться не буду. Мне наоборот нужно радоваться. И я, конечно, попытался откинуть перку, но не смог из-за того, что я уже ее потратил, чтобы добраться до этого мистика. И поэтому я решил просто ливать по воде. Хорошо, что меня не начал убивать какой-то игрок, которого мимо я пробегал. И у меня была подводная ходьба, поэтому мне не составило труда ливнуть по воде. И потом я решил открыть эту отмычку к сферам. Я жду своего тиммейта и начинаю ее открывать. Мне выпала сфера Аполлона на первый левел. Это был очень дикий неокуп, ведь сфера Аполлона на первый левел стоила около 3 миллионов монет. А отмычка к сферам целых 10. Потом мы заметили какого-то игрока около ямы. И вот я опять его туда скидываю, жду своего тиммейта. И когда мы залетаем, я ставлю пласт, мой тиммейт ставит пласт сверху, и мы начинаем убивать этого игрока. Но ему повезло, и его тэпнул хорус. И тэпнул его хорус, так же, как и меня, в яму. Я его заметил, и мы начали опять его убивать. Но странно, этот игрок даже не попытался как-то от нас ливнуть, а даже пытался нам как-то противостоять. И вот, когда у него осталось мало хп, он закрылся в трапке, но я туда к нему залетел и начал его убивать. Он съел хорус, но попал прямо в руки к моему тиммейту. И мой тиммейт начал его хорошенько тоже прожимать. И вот, мы уже почти даем ему минус татэн, и да, это случилось. Мы дали ему минус татэн. Ну, и нам не составило труда его добить. И причем с него я выбил целых два сетей брони, а не один. Ну, и спасибо ему за такие ресурсики. Потом мы увидели двух алмазок прямо в яме, и я думал, залетать ли или нет, но потом этот игрок, один из них, сам ко мне залетел, но потом залетает мой тиммейт, и мы начинаем его убивать. И, к сожалению, я поставил кривой пласт, и отсюда можно было ливнуть, что и сделал этот игрок. Ну, хотя он все равно бы съел хорус, но ладно. И вот, эти два игрока начинают меня убивать. И, как оказывается, это были читеры, и поэтому мы решили просто начать от них ливать. Ведь против двух читеров мы ничего не сможем сделать. И вот здесь этот игрок очень сильно спалился. Я ставлю пласт, и он ударяет меня просто сквозь пласт. Ну да, игрок играет с читами, и вообще не палится. Я просто даю ему дезорентку, и начинаю ливать через другой выход. Даю ему еще явную пыль, и да и он вообще бегал на шифте. Ну ладно, это был баг, скорее всего, но то, что он ударил меня сквозь стену, это уж точно не баг. Это он играет с читами. И вот они меня все-таки смогли догнать, дали мне дезорентацию, но я начинаю выпивать баф, чтобы у меня была скорка третья. И вот я его выпил, и начинаю просто ливать. Ставлю пласт, чтобы они не смогли пройти, но, к сожалению, пласт немного был плохой, и поэтому они сквозь него прошли. И вообще я откинул перку, но она куда-то делась, причем непонятно куда. И дальше я просто байтил Незерку. И вот она прыгает, я ставлю пласт, мой тиммейт залетает, тоже ставит пласт, и я заметил, что я опять криво поставил пласт. И опять же можно ливнуть, что и сделал этот игрок. Но мы не растерялись и побежали прямо за ним. Но этот игрок оказался слишком сильным, ведь у него был талисман, и нам пришлось просто ливнуть от него. Ну, зато мы хотя бы засейвили свои сетки. Потом я прыгнул в трапку к какому-то игроку на Ивенке, и он, видимо, залагал, и у него был маленький РГ. Ведь потом какой-то игрок сюда прокопался, убил этого игрока, ну, а потом и заодно убил меня, и я не смог отсюда ливнуть. Ну, и Хорус меня тоже не тэпнул. Обидненько, конечно, но ничего страшного, я пошел открывать три осколка, и мне упало две пластинки, и одна явная пыль. Конечно, дроп не самый лучший. Ну, а потом мы пошли на ивент Метеоритный дождь. И вот он открывается, и мы начинаем его лутать. И вот я опять смог залутать отмычку к сферам. Мне вправду на них очень сильно везло. И поэтому я принял решение просто уйти, ведь отмычка к сферам стоит 10 миллионов монет. Потом у меня просто прошло КД, и я ливнул к нам на базу. И мне повезло, что я смог залутать эту отмычку к сферам, так еще и ливнуть. И потом высвел эту отмычку к сферам за 10 миллионов монет. И у меня потом ее купили. Потом я решил попехаться на РТП с каким-то игроком. Но когда меня тэпает этот игрок, я сразу принимаю своего тиммейта, ну а сам начинаю пехаться с этим игроком. Ну хотя, даже если бы я не принял тиммейта, честно говоря, я бы дропнул этого игрока. И до того, как пришел тиммейт, я уже проносил этого игрока. Он откидывает перку, я откидываю перку прямо за ним, ну и начинаю его убивать. Мой тиммейт в это время как раз дал дезориентацию, ну и у него остается уже очень мало сердечек. Мы даем ему минус тотем, ну и конечно же добиваем его. У него был довольно неплохой меч, который можно было продать за 700 тысяч монет. Ну а потом мы прямо на варппп начали пехаться с какими-то игроками. Мне дают минус тотем, но зато хотя бы одного мы убили. Я попытался как-то съесть силку, точнее выпить ее. Потом я вижу, что сюда залетел незер и поэтому я просто съедаю хорус и ливаю оттуда. И я зато смог залутать какие-то два незер-меча и какой-то сетик с какого-то игрока. Мой тиммейт также ливает хоруса и да, он тоже смог ливнуть и его не убили никакие незеры. И потом я решил попытаться убить как-то игрока с ником савер 2. Начал байтить, типа у меня залагало чтобы он скинул меня в яму и потом я видел что он упал и я срочно попытался его скинуть в яму. Поставил пас, но увидел, что он не торопится прыгать ко мне в яму. Ну и в итоге мне просто пришлось ливнуть отсюда. Потом мы смогли забатить еще одного игрока прыгнуть к нам в яму и мы начинаем его хорошенечко прожимать. И ведь мы его практически не проносили. Но все равно мы пытались как-то его убить ведь что же нам делать не ливать же. И потом когда он съел хорус его хорус не тэпнул никуда а точнее тэпнул но обратно сюда. Потом он пытается съесть как-то золотое яблочко у него это получилось выпивает видимо зельку исцеления и мы начинаем дальше его проносить. Но этот игрок меня очень сильно начинает проносить я съедаю золотое яблочко ставлю еще один пласт и дальше начинаю его убивать. И мне повезло что этот игрок хотя бы не успел снести мне тотем но вот сейчас он мне его сносит я даю дезориентацию явную пыль начинаю опять выпивать зельку силы беру сферу аполлона и мы начинаем жать этого игрока но в итоге потом этот игрок просто убил меня а следом убил и моего тиммейта потом прописав клан мани я заметил что у меня на балансе 75 миллионов монет поэтому я сразу снял 70 миллионов монет и пошел смотреть сколько же стоит донат кейс и когда увидел цену 70 миллионов монет я подумал что это слишком дорого и лучше подождать пока цены немножко спадут и как раз в это время к нам на базу пришел какой-то незер и начал тут все просто обыскивать и что-то забирать но сейчас идет метеоритный дождь и мы бежим прямо на него но мы поставили клан хом слишком далеко и скорее всего я просто не успею до него добежать но все-таки остается уже парочка секунд и да я успел добежать открываю этот мистик и начинаю лутать заутал хорошо но в принципе тоже неплохо потом я опять посмотрел цены на донат кейсы и увидел уже более приятную цену всего лишь 55 миллионов монет зашел и создал заказ но не на 55 миллионов монет а на 58 миллионов монет и да сделал себе такой вот заказик и начал ждать пока мне купят и вот я заметил что игрок с ником World Fire купил вам кейс с привилегиями и я сразу побежал открывать его я подбегаю и мы начинаем его открывать и мне выпали сундуки и я решил выбрать вот этот и мне упал а спит на 30 дней здесь был и титан на 90 дней ну и элита но в принципе спит не самая плохая и не самая хорошая привилегия и мы решили убить того Незра который был у нас на базе потому что он уже слишком обнаглел потому что он забрал нашу светокаменную пыль так еще и говорил что это был не он но в конце он все-таки признался и уже было поздно ведь мы начали его убивать я взял еще незритовый меч чтобы было быстрее ну и начал его сливать мы закрыли его в каких-то блоках и убили его и вот что с него выпало это был практически сет крушителя и я заметил что у него еще и был трезубец оригинального крушителя меч у него был не особо хороший ну и после этого понятное дело что он спалит корды нашей базы ну мы просто приняли решение сломать эту зелеварку и забрать отсюда все ресурсы потом на ивенте мы начали пехаться с какими-то игроками их было трое но они застроились в трапке и потом я вижу что мои тиммейты убивают этого третьего игрока и тем двум пришлось тоже выбежать чтобы помочь своему тиммейту и вот они выбегают ставят пласт но у меня уже была идея как сделать так чтобы они не ливнули я вижу что он стоит прямо около трапки поэтому когда я подбегаю я просто ставлю пласт и мы начинаем убивать этих игроков первого игрока мы уже дропнули и побежали за вторым игроком я даю дезориентацию и начинаю его дропать но в итоге у этого игрока оказалась подводная ходьба а у нас ее не было и поэтому мы не смогли догнать этого игрока но потом мы заметили еще какого то и начали его зажимать но ему удалось от нас сливнуть и поэтому мы пошли просто лутать ивент ведь он откроется уже через парочку секунд и вот он открывается и мы начинаем его лутать из цены вам не повезло залутать череп изер скелета и книжку на подводную ходьбу череп изер скелета стоил около 700 тысяч монет но подводная ходьба около 1 миллиона монет потом я заметил какого-то игрока на ивенте и начал его убивать но мне нужно было перед этим забафаться он попытался как-то спрятаться под блоками но ему это сделать не удалось и я заметил его и начал его убивать но потом я заметил какого-то Незера химеру и он начал убивать этого алмазника и я прошел прямо за ними хоть это была уже какая-то пещера откуда я скорее всего уже не смогу ливнуть но все равно я решил туда прыгнуть и я увидел что там эту алмазку сейчас убьют в лаве и увидел что Незека пришла прямо сюда и скинула меня в эту лаву но сама она почему-то не прыгала но в личные сообщения я уже написал координаты своему тиммейту чтобы он пришел и мы смогли дропнуть его этого Незера втроем но потом когда мои тиммейты пришли этот Незер уже сам отсюда ушел а потом я забрался на летучий корабль он был в хабе если пройти паркур и я смог пройти этот паркур кстати он был довольно карта в хабе паркур был намного труднее потом я зашел на аукцион какого-то игрока у которого были два шалкера которые он переносил но я не смог сломить эти шалкера потом я прыгаю в яму и заметил там игрока мой тиммейт тоже сюда прыгает но у моего тиммейта поставил себя очень кривой пласт и поэтому этот игрок мог в любой момент лимит и да так он и сделал он просто откидывает перху и лимит отсюда и к сожалению мы не смогли убить игрока потом я залетел в яму и начал убивать какого-то алмазника и кстати это был читер но вот я почти его уже убивая ну и вот доказательство что это читер он просто выпивал зельку исцеления и одновременно еще и ел ну ну и минус сет к сожалению ну ладно это всего лишь алмазка хорошо что хотя бы не незерка глушак потом мы заметили незерку игрока в яме и поэтому сразу залетели и начали его убивать и мы сразу снесли ему тотем ну и потом просто добили его посмотрели меч у него был в принципе неплохой за 1700 уйдет ну а броня у него была фул князя и вот на очередном моменте мы просто спрыгнули свою трапку и увидели внизу каких-то игроков а сверху тоже были если что игроки они за нами шли но здесь мы еще увидели игроков и наша задача была стравить их между друг друга ведь это были три незерки и еще три незерки и получается была бы тима на тиму и мы бы смогли возможно что-то даже зултать и мы просто начали ждать пока мы не стали его пока что бить потом сюда прыгает второй незер видимо это были тиммейты ну и потом они начали ждать пока прыгнут другие незеры и в итоге один из незеров пошел ко мне но я смог ливни биндом и потом уже опять вернулся туда потом одного из этих незеров дропнули и мой тиммейт заутал фулового крушака и поэтому мы сразу побежали к нам в трапку хорошо что мы заранее ее строили прямо в этой пещере и мы забегаем но к сожалению один из незеров сюда смог пробраться но я просто ливнул от него хорусом и ну конечно главное было чтобы ливнул наш тиммейт а не мы ведь наш тиммейт залутал фулового крушака я подумал почему бы нам не сделать еще одного фулового крушака ведь прямо сейчас в нашей трапке и надо было как-то это место убрать и поэтому мы конечно попытались это сделать но перед этим я решил забафаться и вот он попросил своего тиммейта отойти чтобы я смог поставить там блоки и да у меня удалось это сделать и мы начали убивать этого игрока но проносили мы его не так уж и хорошо ведь у него была сфера титаны но все равно потом он начинает выпивать ливну отсюда и нам не получилось залутать еще одного кружака и потом мы просто тэпнились на базу и вот что смог словить за 10 баксов мой тиммейт а вот что смог залутать мой тиммейт с этого пвп в принципе это было неплохо и плюс довольно много денег потом я тэпнулся к какому то игроку чтобы попасть на раздачу но это оказалось с трапкой а я был прямо в сете и я не знал даже что делать я вроде хотел ливнуть но сразу начал говорить имейту координаты и начал ему их писать чтобы это было побыстрее в это время пока я писал я подумал возможно мне стоит съесть хорус и да так я и сделал я просто съел хорус и хорус меня тэпнул прямо наверх и после этого когда у меня прошло кд мы просто разбахали их трапку потом я забатил игрока тем что как будто не умею пвп но на самом деле просто поставил пласт дал явку плюс дезориентацию и начал сносить этого игрока этот игрок ничего не смог сделать и поэтому плюс фуловая князька но только шлем был алмазный потом мы начали сталкивать в яму какого-то Незера с пандоркой и он сам туда прыгнул видимо он тоже хотел нас забатить но вот когда он прыгает мой тиммейт тоже ставит пласт и мы начинаем его сносить все-таки у этого игрока была пандорка и поэтому у него была минус броня и из-за этого мы хорошенько его проносили я тоже даю дезориентацию и мы начинаем его убивать тут мы его начали хорошо проносить но он не менее лучше начал проносить моего тиммейта и так же он убил его потом я попытался как-то ливнуть но у меня просто не съелся хорус и он к сожалению нас убил потом я увидел игрока который там прям вдали стоит у него фул незерка но точнее половина незерки и половина алмазки и как только я подбегаю сразу начинаю его сносить но он надел свои остальные часть брони и поэтому я начал просто притворяться типа я не умею пвп и у меня залагало чтобы он подумал что я какой-то нуб и у меня постоянно лагает и нужно его убить но он почему-то даже на меня не нападал а после того как напал начал меня сносить и я понемножку двигался и делал вид типа вообще не могу попасть и зачем-то бил но потом как оказалось это был софтер и он очень хорошо начал меня проносить но случился баг при котором писала что у меня не в кд пёрка но она была в кд и поэтому меня этот игрок смог убить вот как например сейчас опять такой баг случился я увидел что этого игрока почти убили и я начал тоже помогать его убивать у него осталось очень мало но из-за что еще раз пвпс игроком и мы начали с ним бэхаться потом я начинаю видеть золотое яблочко но оно так же как и хоррес просто не съелось и меня убил игрок и вот сейчас идет сундук смерти уровень лут у него элитный я уже делаю дабл чар и выпиваю скорку захожу на анархию 304 пишу команду D арена и залетаю на эту и потом я увидел что игрок написал кому 240 и я написал мне и он вправду потом скинул мне 240 тысяч монет и вот как только я залетел меня кто-то ударил но я не понял кто ведь там сзади никого не было и вот открывается сундук смерти и мы начинаем его лутать из ценного я залутал серную кислоту 13 серебра 4 травки 41 алмаз и еще какой-то пузырек опыта но еще неизвестно на какой уровень и я просто начал ливать по паркуру чтобы побыстрее ливнуть и ливнуть потом с этой арены ну и конечно все продать и заработать много денег но к сожалению я не смог отсюда ливнуть с первого раза и начал ливать еще раз со второго раза у меня уже все успешно получилось и вот мы ливнули с ямы осталось ливнуть только самой арены один игрок пошел в другое место ливать но я решил ливнуть через самого нпс мне тут всего лишь нужно 8 секунд потом бафнул у себя пузырек 35 левла но у меня была броня на починку и поэтому он просто потратился и да я смог успешно ливнуть и потом я начал складывать все ценные резы в клан сторич чтобы если потом залететь то меня хотя бы не убили с ними потом я убил там одного игрока у которого сломались по ноже но этого я вам показывать не буду ведь у этого игрока он был без английский и у него был плохой плащ поэтому я это и не покажу ну и в итоге больше там никого не было и я просто спокойненько ливнул с арены потом когда я залетел на вар пвп я увидел что мой тиммейт уже дропает какую-то алмазку и мы с легкостью ее зажали потом я увидел еще какого-то железника с алмазным мечом и решил его убить тоже ведь у него был хороший алмазный меч когда я его увидел я посмотрел и да у него был достаточно хороший алмазный меч потом мы опять начали убивать какого-то незера в нашей ловушке я ставлю вниз пласт а мой тиммейт ставит вверх но только мой тиммейт не сразу залетел и мне еще пришлось его подождать пока он тэпнется на вар пвп и вот когда мой тиммейт залетает мы начинаем зажимать этого игрока уже вдвоем но почему-то он не сразу взял свою сферу это если что у него сфера осириса просто у меня какой-то баг и у меня не показывается сфера осириса именно осириса а другие показываются ну ладно он сначала поехался почему-то с тотемом а потом взял сферу ну ладно это конечно было странно но ничего страшного и потом мы начинаем его просто зажимать потом этот игрок попытался лимить хорусом но и хорус его не тэпнул и он просто хилился и бегал но потом он начал хорошенечко прожимать моего тиммейта но все равно мы его жали намного намного лучше потом у меня откадешились явка и дизорка и я сразу на него их даю и потом когда он съел уже второй раз хорус хорус его тэпнул а вот меня нет моего тиммейта тоже и поэтому к сожалению этот игрок смог от нас ливнуть но и он не только смог от нас ливнуть а еще и убить моего тиммейта ну вот сейчас идет маяк убийца до активации которого 10 секунд я уже подбежал и зачем начал убивать какого-то незера ну потому что он был здесь один ведь там пехались тима на тему какие-то еще незеры значит этот игрок был здесь без тимы ну вот мы открываем мистик и сцену я заутал только изумрудную руду и сразу побежал за этим незером у которого была сфера андромеды он хотел ну в итоге сфера андромеды от нас ливнула и мы заметили игрока незера без тотема и поэтому сразу начали его убивать но здесь его подхватили уже какие-то незеры да и вообще он зачем-то покинул игру во время пвп возможно его просто кикнуло это его я уже не знаю но к сожалению я вообще ничего не залутал с этого незера и поэтому мы еще последили за пвпшками незеров ну и в итоге ничего не смогли залутать потом мы нашли какую-то базу и осталось только найти саму базу ведь мы нашли только регион и вот мы потом ее нашли но это оказалось совсем не база это оказалось просто рг это видимо когда-то была база но ее уже видимо зарейдили ну либо перенеслись просто и потом мы заметили очень странный баг мой тимет что он пересекается с чужим а я могу вы можете сказать что скорее всего у него уже максимальное количество рг но нет здесь он может поставить рг это очень странно и потом меня просто вызвали на проверку читов ну и я ее запросто прошел но талисман за то что я чистый мне не дали потому что мне сказали эти модераторы выйти с сервера и поэтому видимо мне не дали талисман но потом мы начали пытаться зажать какого-то незера но все было бессмысленно ведь у него титанка хотя возможно у него титанка первая ведь мы его хорошенько даже проносили но в итоге он просто потом ливнул ну и потом я решил зайти с основного аккаунта ведь там у меня есть премиум анархия ведь цель я ролика выполнил я купил себе донат кейс полного нуля за монеты ну а сейчас я строю нам базу ну не один я а со своим тиммейтом вот такая красивенькая база у нас получилась по центру мы еще решили расположить кристалл ленда чтобы он украшал нашу базу ну и эта кладовая где шелкера а потом я все таки решил открыть отмышку к сферам нежели продать и мне выпала сфера химеры на максимальный левел которая стоила около 12 миллионов монет ну и решил я ее выставить за 11 миллионов монет и потом я нашел просто сумасшедший способ заработка я покупал примерно за 2 миллиона монет шелкера с перками и потом продавал 16 штучек перок за 299 тысяч монет и у меня их очень быстро покупали это был очень хороший заработок и на нем я планировал заработать себе на сет также не забывая проходить бп прошел еще несколько уровней и мне дали отмычку но сейчас дело не в отмычке а в том что у меня целые 2000 боевого баланса я думаю покупать ли мне талисман карателя или нет но решил все-таки не буду сейчас проходит сундук смерти уровень лута у него богатый я уже забафился и делаю дабл чарку выхожу в хаб захожу на анархи 302 прописываю команду до арена и залетаю на эту арену когда я залетел я не увидел много игроков я увидел только одного игрока и мы вместе с ним начали лутать мы лутали этот сундук смерти вдвоем что было довольно-таки хорошо но потом на меня кто-то налетел но я успел слутать довольно много вещей из ценного там были назеритовые ботинки пузырьки опыта ну в общем ресов там было навалом также там еще был зелье медика но сейчас залетел мой тиммейт и мы вместе с ним начали убивать какого-то незера мы там еще немного попехались но в итоге мы его одного тиммейта убили и поэтому нужно было срочно ливать что мы и начали делать я нажал на нпс и уже ливаю и сразу приготовил команду чтобы скинуть тиммейту 20 миллионов планет чтобы при случае если меня убили с меня не выбили много денег также прописав команду клан сторидж выложил все самое ценное ну а все что мне не нужно просто выкинул после того как я залетел еще раз там уже всех убили и осталось только два игрока я под себя поставил пласт и прописал команду лив ну и они не успели дать мне кд и я смог ливнуть потом мой тиммейт с талисманом крушителя выбил мне сетик князя ну и я взяв этот сет князя пошел дуэль с каким-то игроком и этот игрок еще и зачем-то кинул на меня серку на спавне хотя на спавне дебаф не работают он попал только на себя ну и я пошел сразу его сносить скорее всего он уже залезал молоко либо божью ауру но ничего это мне не помешает когда я к нему побежал он лизает божью ауру и начинает меня бить но перед этим съедает зачарованное яблочко в итоге после недолгого пвп я сношу ему талисман и кстати он его не засейвил я снес ему именно талисман а не тотем в итоге он еще успел немножко отхилиться с помощью зелья исцеления второго уровня потом зачем-то изнули себя божь лауру видимо ему не было времени забав отца ведь я бы его скорее всего просто убил потом он мне дал дезориентацию и начал от меня ливать но продолжалось это недолго ведь я подбежал к нему и просто его убил и у него был фуловый сет крушителя с мечом крушителя и как я думал у него был талисман крушителя но я у него спросил какой у него был талисман и потом он мне сказал что у него был феникс второго уровня ну поэтому ничего страшного что он его не засейвил потом этот игрок зачем-то дал мне ботинки и какие-то хорошие поножи ну спасибо ему за это но потом я смотрю что он достает еще что-то из эндерсандука смотрю и у него нагрудник и зачем-то он дает еще нагрудник шлем и меч это было очень странно а потом он мне вообще дал две кирки крушителя талисман гидал на первый левел чарки яблоки и трапку и написал и это тоже дарю я спросил него за что ну и он написал что просто так я скинул ему 10 миллионов монет но он скинул мне даже больше вернув эти деньги ну и вот такой вот сетик у меня получился ну конечно он сейчас немножко разобран весь но ничего сейчас он уже собран и мы пришли на ивентик мы увидели там тему каких-то топеров поэтому я кидаю на зельку агента который не попал к сожалению кидаю зельку медика который тоже не попал ну хотя нет зелькой медика я попал и мы подумали бафнуть ли еще одну и да мы решили бафнуть только я уже кинул вниз потому что вверх почему то она полетела не туда кидаю под нас баф и мы побежали атаковать этих игроков и преимущество было конечно у нас потому что мы сейчас сделали дабл чар а вот они без дабл чара я сразу даю явку хоть этот игрок и откинул перку но ему это не сильно помогло я сразу подбегаю чтобы дать серную кислоту но она начинает пехаться с моими тиммейтами я даю дезориентацию и мы начинаем все вместе убивать этого игрока я кидаю но понял что перку кинул не он а какой-то другой игрок и это был тоже из ее темы и я сразу начинаю с ним пехаться отхожу и кидаю на него серную кислоту ему конечно это не понравилось и он начал от меня ливать и поставил пласт а точнее трапку и я решил забраться прямо туда но увидел что он сделал на себя божью ауру поэтому взял еще тиммейт и мы уже вместе начали таргетить этого игрока трапкой я к сожалению не попал ну и поэтому нам пришлось узануть плод хоруса и я начал бежать со своим тиммейтом за этим игроком ну и также я бежал не только за этим игроком а еще и чтобы помочь тиммейту ведь он сказал что его хорошо прожимают и я сказал чтобы он шел к нам потом я убил еще одного игрока но все равно я хотел зажать именно одного чтобы сначала убить одного а потом уже всех остальных ведь против двоих пехаться намного легче я пытался его еще как-то убить но ничего не выходило и у меня уже закончилась скорка поэтому я выпил новые бафы и побежал прямо за этим игроком как я понял этот игрок побежал к своим тиммейтам чтобы если что они ему помогли ну либо он просто хотел здесь со мной побехаться на ровной территории он дает на меня серку но он думал что я не побегу за ним но нет я за ним побежал потом он зачем дал еще вторую серку но я просто изо нов божью ау и мы начали дальше убивать этих игроков спустя недолгое время я от них немножечко отливнул забафал на себя еще разные бафы сделал дабл чар чтобы вернуться уже хорошо новеньким таким но потом заметил что оказывается у них у всех талики круша а вот эти осирисы и остальные сферы я не знаю зачем они использовали хотя возможно у этого игрока не талисман крушителя а талисман феникса ну а вот этого игрока я даже не знаю что ведь у него 20 хп и потом я попросил координаты трапки и увидел что она прямо здесь рядом и сразу начал говорить тиммейту чтобы он шел сюда ведь здесь наша трапка я сразу тоже подбегаю к трапке и жду пока сюда подбежит мой тиммейт показываю ему куда нужно прыгать и он уже почти прыгнул но нет его к сожалению просто убивают ну и мне уже было нечего делать поэтому я просто спрыгнул сюда но игроки сюда тоже зачем-то ко мне прыгнули и я даже не знал что делать ведь сейчас пройдет торт пласт и они скорее всего проберутся сюда и будут меня дропать ну и потом я просто прокопался вниз и еще в какую-то сторону и эти игроки не смогли уже меня найти и я спокойненько ливнул теперь все есть не у каждого из моих тиммейтов а только у одного моего тиммейта ну я решил выбить своему тиммейту сет прыгаю в яму чтобы убить какого-то игрока но к сожалению промазал трапкой поэтому тоже съел хорус и побежал за этим игроком взял арбалет и начал по нему стрелять но видимо этот игрок тоже не спешил ливать он взял талисман и мы начали с ним пехаться и он чередовал талисман то сфера то талисман то сфера то талисман интересно что же в итоге из-за талисман у него был сфера то я знаю ассириса а у талисман скорее всего какой-то на урон этот игрок откинул перку я кину перку прямо за ним и попытался его закрыть в трапке но ничего не получилось мой тиммей тоже как-то криво поставил я решил тиммейту купить донат кейс ведь у него была привилегия игрок и поэтому все-таки я думаю что ему нужна какая-то привилегия поэтому я купил ему донат кейс и жду пока он его откроет он его открывает и ему выпадают пчелки он решил выбрать последнюю пчелку он ее выбирает и ему выпадает барон на 90 дней в принципе самая худшая привилегия ну хотя бы не на 30 дней а потом игрок попросил вставить его видео но я ему в принципе не отказал потом заспавнился сундук смерти урен лут у него был легендарный и я хотел туда пойти в своем сете на 101 анархии я делаю дабл чар и захожу на анархию чтобы залетать на этот ивент когда я залетел на арену я не стал сразу прыгать подождал немножко и только потом уже прыгну поначалу сюда тоже никто не прыгал но потом уже прям под открытие подошло уже много людей и мы начали лутать этот сундук смерти и сундук мне удалось залетать зельку медика и талисман гармонии на второй левел и я подумал что сначала нужно выложить ресурсы а потом опять сходить на этот ивент с этого ивента я смог ливнуть теперь я опять делаю дабл чар и иду опять на этот ивент и чуть не забыл выложить талисман гармонии в яка и вот сейчас я его выкладываю и иду на эту арену когда залетел я подумал что стоит на себя бафнуть зелье киллера и зелье победителя я на себя их бафнул и сразу побежал к челикам чтобы кого-то попробовать убить наверху я увидел двух игроков и даже не знал кого из них убивать тотемщика либо талисманщика и подумал что талисмана убить будет лучше но когда он ливнул хорусом я начал убивать другого игрока и он тоже от меня ливнул я съел хорус и увидел что наверху больше пвпшек нет поэтому мне нужно было прыгать в саму яму я подумал что не буду убивать этого игрока ведь он обычный тотемщик и спрыгнул в саму яму и начал ждать пока этот игрок выйдет из этой травки ведь он сталисманом и поэтому он самый лучший тут противный потом увидел какого-то тотемщика и подумал что его тоже можно попробовать слить как оказалось этот игрок был совсем не с тотемом он был со сферой осириса мы с ним немножко поехались но как сказать мы поехались точнее я его как-то убивал а он постоянно стрелял в меня со своего арбалета и это очень сильно надоедало ведь он постоянно стреляет и просто накладывает на меня негативные эффекты так еще и наносит очень хороший урон он меня конечно дропал но потом произошел вот такой вот баг я просто хотел кинуть серку но почему-то она кинулась не на него а на меня и поэтому я взял божью ауру и это очень сильно ему помогло ведь теперь он без серки и без каких-то негативных дебафов он просто бьет меня арбалетом своим стреляет стрелами но я даже никак ливнуть не могу ведь у меня постоянно просто отравление и так далее но потом когда немного отхиливаюсь он опять начинает бить меня арбалетом когда у меня мало хп он добивает меня мечом ну и потом сюда залетел какой-то талисманчик и начал просто меня убивать и в итоге я уже ничего не смог сделать и эти игроки меня просто убили и что самое интересное они потом даже не пвп поехали скорее всего это были тем плюсы ну и на этом я решил закончить это видео подписывайтесь на мой телеграм канал и дискорд канал не забывайте подписываться и ставить лайки ну а с вами был я макс ван майн всем удачи и всем пока пока